На плодотворное сотрудничество с новым президентом Франции рассчитывает Петр Порошенко. Президент Украины поздравил Эммануэля Макрона с победой, поблагодарил его за поддержку нашей страны в условиях российской агрессии. Порошенко уверен, что Украина обрела надежного союзника в нормандском формате. Кто еще успел поздравить нового хозяина Елисейского дворца и как реагируют на его избрание мировые лидеры, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Европа выдохнула с облегчениями, не скрывает радости по поводу результатов выборов во Франции. Здесь обеспокоены ростом националистических настроений и поражение Марин Липен дает надежду на светлое будущее Европейского Союза. Многие мировые лидеры позвонили Эммануэлю Макрона еще вчера вечером до оглашения официальных результатов. Как только стало ясно, что отрыв между кандидатами слишком большой. Среди первых, кто дозвонился победителю, была британский премьер Тереза Мэй. Уже через четыре недели состоятся самые главные выборы в ее карьере. И, конечно же, ей бы очень хотелось повторить результат Макрона. Новый французский президент получил сильную поддержку и сильный мандат, который он применит в переговорах по Брекзиту. И нам в Соединенном Королевстве нужен такой же сильный мандат и такая же сильная позиция в переговорах. Также премьер заявила, что с нетерпением ожидает совместной работы с новым президентом, как и немецкий канцлер Ангела Меркель. Я была очень рада фантастическому успеху Эммануэля Макрона. На него возлагают надежды миллионы французов, а также многие в Германии и Европе в целом. Он приверженец социальной и рыночной экономике, и мы знаем, что Германия и Франция связаны с судьбой. Победой Европы считают результат Макрона в Брюсселе. Нового главу страны и весь французский народ поздравили все три лидера главных европейских институций. Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск и Антонио Таяни. Поздравления в адрес нового хозяина Элисейского дворца звучали в Австралии, Канаде, Японии и Китае. Для Японии Франция является особым партнером, который разделяет наши общие ценности, такие как демократия, права человека и верховенство закона. Сотрудничество с новым лидером Франции с нетерпением ожидает и президент США. Дональд Трамп назвал результат выборов большой победой Макрона. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.